В целом, по сезону РПЛ, что удивило, что разочаровало? Ну, стабильно сыграл «Зенит» пятый год подряд, надо отдать им должное. Удивил в первой части сезона «Локомотив», когда чуть не вылетала команда. И, наверное, всем известны «Торпеды» и «Химки», которые карабкались и не могли, наверное, определиться со стратегией клуба, что одна команда, что другая. Поэтому такой результат. После второй части, вторая часть сезона, после зимы, я беру «Динамо» у Димилу со знаком «Минус». Они, мне кажется, выиграли две игры, все остальные все крупно проиграли. Здесь увольнение тренера в «Столетие клуба» – это, конечно, большой-большой минус. Там, к сожалению, нужен им один какой-то футбольный человек, чтобы помогал, возможно. Потому что в сфере мерчендайзинга, продаж, работа с клиентами «Динамо» на первом месте обходит «Зенит». Это я изнутри вам говорю. Они прибавили, ну, просто оторвались от всех. Только в футболах подводит сама игра. «Локомотив» супер-трансферы. И результат стал ожидаемым. Команды начали выигрывать. Появился лидер «Дзюба», который и в раздевалке, и на поле показывает свою эффективность. Молодой Пенеев, который сильно усилил игру. Я думаю, тоже тяжело будет удержать его, потому что есть такая команда, как «Зенит». Могут забрать его, если есть там отступные или европейские команды. Глушенков еще сильнее провел вторую половину, нежели даже Пеняев и Дзюба. Он выглядел просто. Там игрок высочайшего уровня. «Спартак» играл временами. Если брать игру, игра это одна великолепная, вторая у них просто провальная. Это означает, что не хватает стабильности и не хватает лидеров команды. К сожалению. Поэтому результат на лицо. Ну, третье место, наверное, в нынешних реалиях, наверное, успех. Ростова не хватило, скамейки запасных, поэтому они выдохлись на концовку чемпионата и заняли. Ну, еле закатили, будем так говорить, до четвертого. Удивил приятно Ахмат, потому что они играли мощно. Состав тот же, но они действительно не уступали командам, кто выше их по таблице. Ну, и нижняя часть турнирной таблицы. Очень понравилась битва «Факела» и «Нижнего», и «Крыльев». Они, конечно, молодцы. Прямо интересно было смотреть, наблюдать за их битвой. Ну, у нас на следующий сезон получается очень высокая конкуренция. Не знаю, как за первое место, но вот там остальные команды. Просто, ну, «Локомотив», да, тот же Ахмат. «Роснодар» сейчас очень неплохо. Ну, опять, ну, традиционно «ЦСК», «Ростов», я надеюсь, добавится «Динамо». Ну, это хорошо. Значит, надо расширять. Плюс две команды, игр все равно в Европе у нас нет. Почему не расширить? Надо переходить. Однозначно, весна, осень. Это уже кричатые результаты и статистика. Здесь очевидно нужно переход, потому что сейчас мы, видимо, проводим сегодня с тобой фестиваль. А у нас чемпионат закончился, все в отпуске. Но мы не в Европе, чтобы в декабре у нас была комфортная погода. Поэтому, я считаю, мы теряем время банально с этим графиком. Ну, естественно, убиваем полностью вторую лигу, потому что вторая лига по пять месяцев отдыхает. Ну, это уже называется непрофессиональный футбол. И поэтому и медиальный футбол так выстрелил, и все ребята со второй лиги переходят в медиали. Потому что там интереснее, и больше заработаешь, и как-то можно себя медийно прокачать. Что, в принципе, наверное, тоже у них есть чем поучиться в медийном футбол. А у вас нет инсайта по тренеру «Динамо»? Я нет. Ну, а как вы думаете, кто это может быть? А какого-то плана должен быть? Ну, логично, логично, это будет сербский какой-то специалист или иностранец из Балкана, скорее всего. Так как спортивный директор оттуда же, ну, логично ему брать своего человека, с кем он разговаривает на одном языке, наверное, так. Единство, что я могу сказать. Вы же играли на «Минское Динамо»? Ну, как играл, поприсутствовал, поприсутствовал. Но там отдельная тема, и до сих пор я благодарен Сергею Гуренко. И я ехал в эту команду благодаря ему, прежде всего, посмотреть на свое колено. Могу ли я вообще играть на высоком уровне или уже надо было заканчивать. Потому что операция была тогда новая, новой, технологичной, будем так говорить. И из-за колена я, как бы, из московского «Динамо» уже ушел. Потому что полтора года мне не хватило восстановления. Поэтому я уехал в Минск, но с условиями того, что я пройду предсезонку. И Гуренко останется главным тренером над длительностью. Конечно, когда Сергей Витальевич ушел, я принял решение тоже уйти, потому что не видел смысла. Потому что он меня знает дисконально, он большой человек в футболе. Он понимает все нюансы. Но когда я его не встал, он, по-моему, за второе место не убрали, если не то же самое. Хотя шли на первом, но там задача была почему-то с отрывом на первом. Тоже удивилась задача. Поэтому принял решение уйти. Поэтому четыре игры на замену вышел. Но это посмотреть, опять же, как колено будет себя вести на футбольном поле. На трену. Продолжение следует... Продолжение следует...